да это естественно так но вот морф возможно это тот герой который может так нас появляется ли он очень тяжело будет house night в этой игре не знаю почему тиньси решили вторым пиком взять ck двух коней одного белого другого красного черного и не знаю какого цвета больше в house найти но лучше пони этого не делали потому что пугна уже против ck достаточно неплох к тому же еще появляется брю мастера ли он одного брю мастера уже достаточно для того чтобы ck не пикать но тут еще другие есть персонажи которые очень хороши про ck можно минески забыть и взять какого-то персонажа на кэри позицию который так будет хорошо смотреться не обязательно там какую-то контру против ck иметь кто из кэри остался можно сделать нагу кэри можно луну лекантроп в рейс king dk dk можно нападить услышать дк просто чумовой я пару игр сыграл сказка стики solar ринг берешь слайна не выгнать дк просто чумовой я с новым soul рингом это не знаю один из лучших персонажей для центра на мой взгляд таланты у него казачьи на плюс 40 силе на 20 или 40 до 40 силе это конечно не шутка вообще ну вот я действительно смотрю пока вас ли он замыкает как бы цепочка героев я реально не понимаю почему это ли он отдали почему сами не забрали вы играете против наги ли он дикий абсолютно персонаж как мы вчера выяснили что для меня было вообще не очевидно что ауешный хекс ну вообще по идее не должно быть он как бы не является юнит таргет да он то есть если ты смотри если ты кастуешь ауе хекс в юнит который не имеет линкин сферы то у тебя все ок а если ты кастуешь его в юнит который имеет линкин сферу скорее всего не применяется да но если кастуешь на площадь то он применяется и применяется великолепно это конечно так работает в принципе насколько я понимаю его ульта она как бы в ауе вот именно даже там вплоть до инвизных юнитов насколько я понимаю задевает и так работает хекс но это это реально очень жестко это леона бафают как могут персонаж был не самым удачным в прошлых патчах но надо понимать что он был неудачным не потому что он какой-то плохой а просто такая вот такая мета так игра строилась на карте сейчас леона не просто бафнули вот там талантами различными какими-то предметами впоследствии выяснится что на леоне хорошо смотрится какой-то там ну например гостцептор до который ли он участок по этого теперь диффузами не собьешь покупать какой нибудь вивер диффузел blade и все ты на леоне ничего не может а так тебе гост не сдиффузить ты будешь выживать в драках да в общем ли он действительно тем более что ли он но это один из старейших героев доты это персонаж который был еще с первой интернешнала во второй доте на мой взгляд вообще сигнатурка доты и я очень сам люблю этого персонажа и мне кажется что он должен появляться чаще в играх видимо также считает и разработчики это дк а вот драгонная да тот самый дк может быть керри пугна может быть керри дк пока мне очень нравится пики они выглядят очень грозно такие боевые настоящие пики кстати говоря финала квалификации если бы если бы было соревнование по лору доты ну грубо говоря кто пикнет жестче героев из лора то мне кажется тнс бы уже развалили бы своих соперников потому что у них два как их называют господи элементария да да элементарь света элементарь хаос элементарь хаос и поэтому поэтому шансов никаких нет но на самом деле шансы есть потому что в доте каждый герой тут был еще энигма тоже элементарь да его нельзя и есть висп который отлично сочетается с хаос на этом теоретически такой пик можно увидеть и надо элдер титана да чтобы это вот это пик который по лору доты выиграть невозможно вообще это самый сильный пик но конечно лор но он он кстати говоря им имеет право на жизнь хотя нет ними нет мизера в этом пике если только саламиды его такой только матчмейкинге бывает да как на смоде такого не бывает ну и что куку будет играть на луне ламид луна вот луна появилась в пике тнт мы ничего не сказали что как-то так и цк и луна два кэри кто пойдет на центр на центр пойдет луна в данной ситуации то луну будет саппортить пока не ясно или вообще никто не будет луну саппортить может быть может куку будет стоять самостоятельно будет против мне пока что интересно что да айсай сайс у нас забрал дк хотя брюмастер это его сигнатурка и он играет на брюмастере обычно и на оффлейнере но здесь ему дают дк и это очень интересная ситуация конечно причем я даже не уверен куда он вообще пойдет за может свапнуться давайте подождем нулевой секунды останутся ли они на своих героями они не могут свапнуться героями уже все конечно свапнуться героями можно когда ты выбрал пять персонажей и идет стратеги тайм а первое время после спам ну ну и первые секунды после начала игры я понял раньше это было но это довольно раньше тогда раньше это тоже только первые секунды после начала игры максимопаться ты не могу живой до нулевой секунды нет 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 точно нет ну такое точно было но когда-то может быть но я такого времени не помню . но все равно это все равно удивительно что айсайс играет на дк я согласен конечно и он идет кстати говоря в сейфлейн где он будет стоять один на один ну предполагают минески он будет стоять один на 10 может быть сейчас тинси как-то хитро посту да причем в мид как раз брюмастер я почему еще обратно вот начал разговор потому что я посмотрел на закуп брюмастера и видно что он пойдет в мид но это тоже как бы не типично в общем минески у нас продолжают удивлять но я хочу сказать что минески пока что демонстрирует вот из всех команд юго-восточной азии которые мы видели самую лучшую адаптацию к патчу они быстрее всего понимают что здесь и как работает и вот мы видим уже какие-то необычные вещи посмотрим как это все работает но у пиках выглядит очень сильным очень хороший в нынешнем патче героя да если конечно не last pick вот это вот луны для тинси я бы сказал что минески полностью выиграли драфт луна внушает надежду варла кстати тоже очень сильный стал на 15 уровне xp гейн очень очень мощный появляется и 20 25 соответственно легко достигаются на двадцатом появился талант альтернативный таланту голема ну раньше всегда брали талант на голема я уже не помню что там было соседним талантом но талант призыва голема настолько как бы крут что никто не брал другой а сейчас вот ауе для shadow ворда это действительно крутая тема особенно если ты берешься на 15 уровне снижение кулдауна shadow ворда то есть ты можешь вообще по всем героям вражеским своим попасть и и просто все будут страдать да и потолочки еще туда накидывать прям нереально больно будет и но это конечно это конечно стоит понимать что shadow world это спел который дисплей со всем чем только можно и это талант довольно позднего уровня поэтому это и сам уже пока башки манты да это уже легкий баланс такой он сильный но только таланты на двадцать пятом уровне осталось не остались неизменны для варлоком либо иммунность магии для големов либо армор для голема посмотрим как у нас все будет опять вот муж и у нас нет раз на пугни как я вчера говорил то есть муж и как ты за последние пару лет приучил нас к тому что он играет на только на кэре хотя опять же это очень талантливый игрок наверное вот сколько бы не было сколько бы не было разговоров о том что муж и слишком жесткий и вообще вот впервые такое вижу когда был скандал по по моему после какого-то трусайта или так нападение на сай сайса но он не очень хочет умирать кривой иллюминейт очень кривой иллюминейт и в ответочку кривой брасфайр до 10 стиков шоу декабрь его импл все кривое то мимо максимума промазали игроки ну то нам промахнуться на house найти сложно поэтому и куку тем временем забирает муна здесь же падает нас нога сирена еле живой 437 фласка захиливается уходит айсайсайс очень битый но он на самом деле играется с соперником у него 10 стиков 13 тиков уже и он здесь никак не погибнет стики на и вот и на развороте еще очень танковый хотя бодиблок подблочивает смотри красиво играет там и чему ну совершенно другая игра прямо вот от в г unity tnc отличается уже самого начала уже у нас показывают команды конечно немножко со скиллами нащудили но бывает думаю это начало сейчас разыграются и все будет отлично ну скажем так спайк или он там и не мог попасть чисто физически он просто зачем-то я скастил непонятно зачем иллюминаетом котл не попал потому что до кастри фанулся то что брасфайр от драгонайта не залетел как надо но это ладно бывает брасфайр был первого уровня минимум урона получал да и также забрали у нас брюмастера пострадал вообще ему тяжело тут да была на миде но он держится достойно учитывая что он против двух героях более-менее меня в пивка подливает сейчас выходить старается куку возможно все пошла нога пошел ли он пошло пиво так но вот это уже хотели сразу двух но до 1 на верочку забрали поэтому в общем-то не так важно к ну ну можно приходить и тогда когда на шестой уровень будет и легко можно луну будет убить не запутаться бы есть луна есть мун старому он же на на пар практически не запутались в этот момент залетает стан сверху dk отхиливается продолжу свою мысль по поводу муж и в общем вышел там очень много критики было что вот он так набит своих тиммейтов на что сами сами же тиммейты и в том числе парень которого там загнобил сказал что никаких претензий у него к муше нет и да он жесткий но как бы строк но справедлив и авторитет у этого игрока очень большой и ну как бы вот мы говорим что капитанов вообще в доте не хватает вот это по сути дела если он даже там не драфтит если он формальный капитан то он уже долгое время своих командах лидер причем опять же я видел часто после турниров как собственно он сделает фраг на smh как команды ругаются но я никогда не видел чтобы муж и где-то при ком-то позволял себе как-то своими тиммейтами не так обращаться опять же включите 3 интернешнл когда такие вытих плетью например ну да когда киева x y заданая лаегис там вообще не было ничего потому что существует ситуация когда человеку не нужно еще говорить когда он сам понимает что насколько все плохо зачем еще его большими сморалить айсайс прогрызает топориком ветки тут пуш пошел у нас от тенсии очень такое неприятное тяжеловато будет с этим пушим что-то сделать стягивается нога сирена вряд ли ее хватит здесь пытается что-то сделать 6 лавала сесс его подтягивают дают став на секунду закрывают больно ассайс есть шестиков использует шестиков но третий драгон блат как же жестко он регенит а какой же он прочный но просто не могут пробить пошли миссы рэйвена поджигает бласт от муши не попадает и возможно рэйвена рэйвен уйдет за счет этого муши идет за ним до конца еще один удар нужно сделать и он делает этот удар пугно все еще обладает одним из самых больших мувспидов стартовых в доте возможно в этой версии так тут айсайс все еще на развороте нет все возможно в этой версии даже на старте пугно посильнее стало потому что агильщиком то порезали стартовый мувспид да немножечко но ты забываешь про энчантрас я не забываю я не сказал что она самый быстрый потому что вдвоем здесь хотя вот с энчантрас тоже непонятно усилили ее или порезали как-то пока мы не видим хотя на такую популярность набрала но крипы спавнятся теперь на минуте дота изменилась энчантрас герой тонкий несмотря на свой замечательный хил тонкой она быть не перестает и непонятно увидим ли мы часто появляющиеся энчантрас но я думаю что айсфрок я уже я уже даже не сомневаюсь что несмотря на то что патч настолько глобальный если он прошлый смог довести что у нас там почти все герои были пикнуты на интернет шли то этот он доведет в боте котл умирает даже не придется праймал ой 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 же буги застилил подсилил да но здесь я думаю что не сильно не расстроен по подкрытил да но у брю мастера по-прежнему нет блинка поэтому хотелось бы чтобы все-таки брю мастер фраги получал но сейчас бунт вас пойдет собирать за это но вообще у него аркейн руна павнится в боте для брю мастера очень приятный бонус для такого героя раз уж хочется где-то реализовать праймал плит и брю мастера находится в позиции но один он заправил сплит никого не убьет ему нужно помнить ну может котла убьет ладно может то не факт ну вот выходит и он раз так и можно мне надо надо прожимать надо луна телепортируется отменять телепорт моно пришел то прямо спит нажимать уже не нужно это было на протонулась то другое дело до выходит в пуш здесь основную задачу выполняет муж своими бластами до пугна в общем то все так же неплохо разбирается с товарами все еще работает также и и бласт то что там была поднята броня в принципе это даже не особо сказалось на тех кто бьет руками башни из-за переработки формулы брони но на пугне не сказал совершенно никак и делает муж интересные вещи он собирает догон вот это честно говоря как-то неожиданно вообще но это какой-то первым и там он догон в профессиональной можно было бы предположить что он догоном собирается иллюзии убивать но тут и так достаточное количество всяких скиллов которые убивают иллюзии да и рано еще пока еще иллюзии не являются такой уж они от бласта умирают да поэтому пока что интересно и мужчину догон это всегда вещь про которую мы можем сказать что он удачный если он с этим догоном пойдет и засну болит и он неудачный если его просто два раза примут сразу после этого догона ничего вообще у муж и догон уже есть и учитывая особенность декрит пифа и может быть весьма удачным выбором кажется этот догон потому что он будет наносить на 50 процентов больше демо чем должен был бы 50 процентов для догона это 200 урона и даже можно сказать на 60 но сейчас еще один левел надо получить тогда да тогда будет на 60 это будет это будет 290 вот упуг на уже у нее вместо 325 341 урон с бласта то есть настолько мощно пугну уже за счет своего интеллекта вот этого с уровня хороший спал amplification очень вот-вот сейчас и finger от ой прям ну если вы так весело так догон используете то можете собирать круто вышло эффектно еще и пальчик запихнули в луну получилось хорошо хороший выход от минески открывается возможность пушки вышечку в топе кастует рейван фантазм чем кастует его развести наверно хочет на иллюзию сейчас подведет иллюзию мне как ну ты совмадать тут тяжело ну да тут боже мой как же вышка отлетает катапульта бласт он решили выходит но это же д.к. как как это же д.к. до голема нет профит железы берут да здесь ноль помощи для сай сайса его просто все оставили и правильно сделали потому что здесь увидели как пришла и луна и все еще и профит куда-то летел поэтому просто лучше отдать драган на это а вышка все равно скоро очень упадет и оксал вот и найти самые чем может быть как-то попытались бы забрать но леоном это вряд ли получится другой стороны и начнется профит тут борзеет не хочет уходить хочет пофармить еще контролит баунтиру на который взял ли он ли он забирает 2 баунтиру на и до блинка ему остается 1000 золота брю мастеру до блинка остается тем сотен вот так вот у нас кто еще но в принципе ничего плохого не будет если если да если ли он будет стилить фраги пальцем то он может и быстрее брю мастера купит если брю мастер будет умирать например если его будут как-то гангать я хотя себе плабо это представляю потому что у тинси совершенно нет хороших дизейблов чтобы хаос на это как-то гангать знаешь там вдвоем вторым то есть чтобы ой хаос на это боже мой брю мастера конечно же единственный стан у хаос на это вот и ему обязательно нужно быть ганги ну и плюс желательно еще какие-то сильные нюхи иметь чтобы его не выпустив и стана убить для этого надо таскать всю команду практически так что у леона очень вряд ли блин появится быстрее чем у брю мастера дабл дэмэдж активируется муна тут никогда не торопится минески они понимают что конечно они должны поддавить но им тяжело вот прямо торопиться им еще хуже будет нарваться на какую-то контратаку поэтому лучше вот так просто аккуратно играть тем более мы видим что они избрали очень интересную игру они так нападение в миде на дк дк ультует дает стан тут же подкоп от леона фингер готов мана дрейн хотя маны там практически нет минески избрали очень интересную стратегию у них брю мастер менеджер по развлечениям ли он очень богатый суппорт есть пуг на дк в они выполняют свои стандартные функции но в качестве основного кэри у них здесь нога сирена которая потихонечку и саппорт позиции уходит и вот мы уже видим 2 200 и radians то есть это такая старая в общем-то стратегия с этой ногой сирены когда она становится кэри и помограли егэ налог играли navi с санэйка так играли мне кажется даже когда-то virtus pro и virtus ну короче только ленивый такой стратегии virtus pro я имею ввиду еще старым 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 прям старым старым своим составом где не сыграл возможно и так было в общем джабс что мы знаем про джабс джабс это вообще в прошлом году был мидером он сейчас на саппорте мне гораздо больше нравится и в минеске потому что мне я очень сильно горел с этого парня я думаю не только я думаю что он сам тоже понимал что не все у него гладко поэтому он так пересел на суппорта но кнопки нажимать он умеет и фармить он умеет потому что кровь мидера все еще течет в его жилах и вот он уже скоро будет с redians поэтому никуда и не торопится это такой запасной план команды минески а про лейт мы сказали у них но он на мой взгляд слишком сильный вот этот ли он который дойдет до своего мы вчера видели что это такое хекс по пятерым это реальность 1 мало активирует невидимость брю мастер но он очень неудачно прыгнул и его спалили пеньки сам еще правда куда-то куда он бежит он что не видел его он же должен был увидеть там фейтайм не успел пройти ошибочка боишься грубо фингер палец тишка это фиаско это фиаско ну вот такой один из фрагов гангуют дк или или пушит вышку пока не скорее пушит вышку гангом тяжело назвать но в итоге гдк сам разворачивается идет в атаку его отбрасывают и как же больно пугно залетает голем это защитный голем можно сказать что голем потрачен луна заходит дает пим минус голем минески сейчас просто выманили все важные спл и еще чуть не убили цк остановили пуш при этом забрали профита круто и не дали ничего запушить а при том что они сейчас все еще в стадии от фарма рейдинса находится то есть достаточно неприятной игровой ситуации для них такая вот казалось бы да такая интересная ситуация вроде бы набрали пуш мы идем давить и вроде как тнси должно устраивать что минески не давят поэтому они там отфармливают своего котла но и минески тоже после того как перевернули все с ног на голову тоже все устраивает котл-то скоро с аганимом будет неприятный новость для минески дака дофармливает свой левел как раз у него потесал ринг не берет и никакой ботал себе но если бы стоял в миде может быть бы и взял ботал но даже на центральной линии не обязательно покупать этот артефакт jobs практически дофармил sacred relic ему чуть-чуть буквально остается золото топе никого нет он может продолжить свой фарм там то время пока команда развлекается в другой части карты смог нажимают тнси вард команды минески вот этот вот не видел как они нажали смог и возможно следующий выход от тнси будет небольшим сюрпризом для минески нападает на дк дк толстый но почему не хотят дк они боятся что ходу в defines и 21 ну ладно они ногу убьют на год даже лучше но хотя суши мне факт уже в сон он бы он еще балуется надо баловаться как говорил один из персонажей south park и jobs в итоге решил тоже не баловаться и улететь потому что сахар трэлик вот уже по правилам вот телепортируется да и леон этот телепорт вроде бы видел но ладно тут у брю мастер с блинком они не добивают его ребята добейте это было ультимейт дес комбо в исполнении минески в этот момент дк цепляют на миде дк нужно жить дк очень много магии и минус армор да в этот момент пранкер сквад забрал т2 вышку в боте зато наверняка это реально фаталити у меня тоже всегда возникал вопрос почему когда персонаж в mortal kombate стоит и шатается ему достаточно один удар сделать он упадет почему идет серия из миллиарда ударов и потом он еще там его еще нужно еще два раза ударить чтобы это фаталити было успешным здесь видимо по такому принципу умирал у нас этот keeper of the light но забрали я думаю что вообще на самом деле вот в глобальном плане в этой игре это ничего не мало что меняет но ну тенсе они как-то как ты видишь неохотно все равно действует если они дк убили но вот пытаются сломать вышку в центре активируется глиф иллюминает крипов не убивает сейчас они показывают с этой вышки разберутся в это время нога все пармит а вот ноги уже радик есть то есть минески смогут затянуть игру для них то действительно не было фатальной ошибкой я даже не смогу это ганды дк сам куда-то залез очень далеко и только тогда его смогли убить забрали вышку но давно было уже пора забрать ее и тут нас надо имит еще забирать вот так вот тогда уже потраченные два ультимейта от минески могут сказаться выход в спину здесь ставится отличный вард поэтому он не видит пугну он не видит пугну еще все еще не видит пугну а два героя в смоках ставится вар в мастер прыгает но нету ульта и поэтому мастер начинает впитывать пошел эклипс от луны забирают леона вард отличный стоит от муши но все равно этого не хватает и двух ультимейтов также не хватает нога сирена вынуждена прожимать сон не самый лучший врыв получился от минески был бы праймал сплит я думаю как-то по удачнее бы подрались ребята это еще не все закрываю джабза он успевает проесть момент еще и дк могут подцепить дк тоже развлекает до последнего но минус 3 неприятная драка не сказать что прям все это конец но явно выходили с мыслью хотя бы поменяться ну один в один но очень очень много получил урона ли он и опять же спалили изначально вот этот вард поставлен был очень хорошо все видели не хватило ультов тем не менее сторона стоит тир-3 стоят тир-3 стоит шрайны стоят можно еще продолжать играть и наращивать свое преимущество ска будет shadow blade покупать я думаю что редко кто видел когда цика покупает shadow blade но сборка неплохая скажем так она побывая как на зводе я честно говоря не припомню чтобы ck так собирался хотя я не не все игры смотрю конечно живут на мажоре на последнем плюс вот надо топить и который сейчас идет я за всеми играми следить не успеваю потому что я иду отсыпаться после игр на юго-восточной азии и там может быть где-то цикаж и дублейт покупала на моей памяти это вот первый что дублейт и на к новшество сборка хорош нет хорошие артефакты можешь зайти в упор к сопернику дать стан чтобы он его не задолжил никак там кстати убивают что же такое опять фингер влетает в героя которого можно было бы убить и без него но решили просто покончить с варлоком чтоб он не сбросил камень похоже там нойчерс профит пеньками крип скипить пытался поэтому включился бакдор протекшн и забрать вышку не смогли минески хотя потратили два ультимейта опять и не убили саппорта встречается брю мастер луну и луна здесь с бкб шкой и мамам телепортируется вечерс профит с мил нером закрывать брю мастера не торопится хотел как-то видимо получше его закрыть но этого было делать совершенно не обязательно потому что подошел sky и очень удачно рифтанул брю масть с дабл дэмэджем луна и ребята идут на рошана да здесь конечно tnc могут продавить минески продолжают гнуть свою линию отфармливать ногу и пытаться сплитить все таки да тут дабл дэмэдж тут цикай луна два мощных кэри я думаю что в ближайшее время может очень многое решится в этой игре и скорее всего если пару раз еще ошибутся минески они могут проиграть им сейчас пора прекращать тратить все ультимейты на саппорта особенно днем вот сейчас пока идет ночь это еще может быть не так страшно но когда начнется день пойдет котл со своим аганимом и вам просто поломают играл ну или там драку какую-то на вяжет неудачную право покупает себе нога теперь джаб сможет эффективно сплит пушить но против сплит пуша у тинси есть свой сплит пушер на через профит он иллюзии вроде бы может убивать и дефать на простом телепорте прилететь по дефте на скилев вернуться обратно в уши видит луну но у луны есть эклипс но куку почему-то его не прожимает тебя мог бы и поражать до думал что муж уже никак не уйдет потому что есть бим в любой момент можно сбить но в итоге ушел бы то не знал что у него блин кисть да то есть там где крепива и спрятался конце концов но относительно свеженький да однако муж уже на лайне показывался с этим бенком форста появляется у котла 14 левел в 14 7 сейчас до максится монолик будут большие проблемы у дк с маной он всегда будет получать монолик и за счет блондинга лайта далеко отлетать и терять всю ману сразу же у него есть алебарда хороший весьма полезный артефакт против хаоснайдер он его своими иллюзиями не убивал вообще дк тут защищен как от магического так и от физического урона достаточно серьезно но его проблема в том что у него дамага пока маловато и скорость атаки низко ну вообще пока у минески не хватает много чего и они все еще разгоняются долго и упорно а вот тинси уже не прочь бы подраться пока как раз наступил день киперов за лайт саганимом пошли за тир 2 на верхней линии может быть после этого даже перейдут на тир 3 посмотрим давайте цк в шб ищет очень важно кого-то найти татцы убить ну что и пойдут на тир 3 видимо с айгисом пойдут почему бы и нет blast мимо мюльмер брю мастер кидает пиво приходит иллюзии ноги начинается здесь размен в этот момент врыв на котла максимально быстро его убивают но скиперов за лайк и без котла уже конечно немножко не то брю мастер ультует погони за луны луны есть а егес сразу же отправляется синего брю мастера искать искать нужную цель сейчас бы иллюзии чем-нибудь их убить как-то нет иллюзии продолжают раздавать правда все равно это не эффективно луна подрубает свой эклипс подрубает бк бэшку дк очень неплохо впитывает сходу в дефайн с активирует пайп помогает своим тиммейтом пока что только лиона потеряли минески пошел слип и сейчас драк продолжится до кого первым первым стирают ментально начерс профита следом за ним луна остается варлок минус варлок минески отбились и возможно это ключевая драка в этой игре потому что сейчас они еще получат очень много времени дофармить свои артефакты самое главное преимущество уже на их стороне после этой драки и их базе ничего не угрожает отличную драку провели особенно мне хорошо котла забрали котла котлу надо стоять осторожнее он недооценил мощь лиона с блинком и пугна с блинком видимо поэтому решили такую сборку на пугне и сделать минески чтобы вот при помощи лиона легко убивать котла за проказ очень важно потому что если котла живет в драке то он постоянно накидывает миссы лечит себя своих тиммейтов иллюминейтом он все видит прекрасно ману тебе сжигает короче герой которого надо фокусить первым если минески не будут котла убивать первым днем то у них будут большие трудности в тимфайте ну что аегиса теперь нет преимущества нету даже минимального прекрасно понимаю что соперник стал чуть сильнее приблизился к своим ключевым артефактам и скоро наступает ночь тинси нужно с новыми силами интересно вчера по поводу ли он и его таланта мне кажется этот талант нужно как-то переработать все таки потому что вчера мы видели как ли он с талантом на первом уровне 75 к дальности способности и линзой он уже в общем-то не нуждается в увеличении радиуса распайка может быть в каких-то исключительных случаях но практически всегда хекс эффективнее даже если не брать линзу этот талант да идет на 25 уровне она 25 уровне как раз наступает лейт и хекс который сейчас ничем не диспелится в лейте имеет первостепенное значение да причем и даже стан можно снять хекс нет нельзя к тому же мы отмечали самый большой минус и распайка слишком маленькая скорость распространения вот этого вот и борозды бороздки реально очень долго если она быстрее как-то ползла там или почти как у сенкинга например сенкинг же копает прям сразу практически мгновенно у тебя есть возможность от блинкнуться если ты нажимаешь блинк в тот же момент когда из к копает но если после то скорее все ты не успеваешь куда в дефайн сберется экипера взывает у она и понятно не хочется получать догон декрепива и палец играть от этого ухода в дефайнс отличное решение можно было бы взять себе еще и pipe или какой-то глимер то есть на магическое сопротивление побольше и тамов ну там на 20 на 20 уровне из таланта 40 процентов макри для котла для этой игры специально это такой такой антимаг нападение на котла уже не так быстро но все равно убили в размен на леона правда потому что рядом было два тиммейта муши байтит муши байтит что за голем голем очень кривой в никуда декан начинает битву с иллюзиями он может достаточно быстро эти иллюзии убить тем временем профита также забрали дека с синей формой не отпускает никуда хаос на это на губежит уже сразу встречать соперника в итоге хаос на это забирают очень плохо сделали тенсии думали что здесь муша один его срочно надо остановить на самом деле минески были здесь всей командой серьезнейшая ошибка и возможно они сейчас даже могут потерять сторону все-таки декору но сторону не факт что потеряет но т3 вышку точно потеряют должны по крайней если не будет никаких байбеков от тенсии котл через 8 секунд появится полетели бима от кукой так все-таки прямо сплит прямо сплит но и клип сейчас не войдет ни в куда хотя и шанс убить брю мастера он еле живой уходит отсюда да в итоге он впитал максимально не будут доламывать да не хотят побаиваются котл за спавнил ты но видишь даже то три вышка не потеряли тенсии хотя я думал что уж ты ты вышка должны ребята забрать мкб появляется у луны даем кмк в не работает ну то есть не дает тебе стопроцентного пирса миссов но хоть какой-то урон ну да там сильно все равно поднимает точность а вот дк берет себе талант на регенерацию и броню этот талант очень жесткий но гораздо жестче он станет когда он возьмет себе талант на двадцать пятом уровне плюс 40 силе и в такой ситуации дка станет ну не убиваемым ну не пайпом с миссами и с огромным кричат здоровья видел момент дота пита где англоязычные комментаторы говорили что но теперь антимаг точно не уязвим и антимаг умер через секунду после этого после окончания этой фразы поэтому я клятие комментатора работает вне зависимости от языка да да причем он он его пути пытался подтянуть цикари в том рифт не сработал из-за аганима но сработал из-за аганима но сработал из-за то есть антимаг сам к себе цико притянул что в принципе было тоже не очень круто но почему только получается что не цико снизила армор антимагу антимаг снизила армор цико это вообще был неважно потому что они он притянулся максимально близко к иллюзиям и иллюзии убили вас одного удара есть цикой короче вышло что-то не так это слип это слип и видят цико цико форстафу это него нет бкб но решили не нападать в итоге на развороте стан в иллюзию я уж думал все конец цико думал что на него сейчас кинуться но решили что этого делать не стоит интересно что ли он взял себе гпм в этой игре не стал брать вот этот вот супер талант возможно все таки ну да мы видим что не очень плохо все золотом и решил что 200 урона от фингера это конечно круто но в ситуации когда у тебя так много всего магического важнее будет иметь какие другие артефакты тут в принципе пугна отработать со своим догоном пугна уже 354 урон с бласта жалко что не совсем не совсем понятно как долго эта игра может еще затянуться понимаешь либо минески сейчас выиграют драку и закончит либо котл будет дефать до потери пульсов в рождите нет и заходит на рошана но здесь ли он великолепный подкоп запрыгивает запрыгивает то это брю мастер запрыгивает нету дому же запрыгивает и муша забирают я бы ни за что не поверил что это муша был слишком было авантюр на в итоге минус муж и минус рошан почему так ворвался-то а двое сейчас разложится он видела он видел то что варлок собирается кинуть голема и он отпрыгнул но отпрыгнул прям брошки вот но там у рошана было мало здоровья наверное думал что сейчас может под бака башки быстренько рошана добить а из приватизировать драка будет за минески но муж и в итоге ошибался он правда скоро заспавнится это приятно надо контролить иллюзии сейчас джабс он пытается их разводить дает и пытает и скипит как может спасался от пожара отпрыгнул в окно короче айс 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 у нас продолжает ну теперь он может танковать еще жестче но здесь не очень приятный момент уже начинает бремастер минус пиво ману потерял почти минус пиво минус мана улетел очень далеко но правда сейчас бы на иллюзии накинуть это пиво врывается отличный стан от лиона по всем иллюзиям дк должен быстро убивать иллюзии дк убивает иллюзии включается пока б минус тер 3 продолжают бить дк закрывают его но слишком прочный в ответ цк замедление от варлока нага сирена пытается дойти хоть до кого-то муж заходит спину включает пока б но армора у него нет у него догон поэтому ему очень больно муж и погибает муж и погибает 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 правда иначе раз профит выбега выбивают айгис из луны отличный тайминговый подкоп блондин лайт но этого не достаточно хекс сверху цк цк ковыряет всю драку дк но он не может его пробить может быть стоит выбрать другую цель хотя здесь выкупился начался профит и он тоже ковыряет дк но он тоже не может его пробить дк остался вместе нога сирены вдвоем и вот есть шанс убить этого практически неуязвимого драгон найта который еще не успел получить 25 они его убивают есть байбек есть нога сирена теряют мид минески но огромной ценой этот мид удается снести команде и топ потеряют потому что даже если дк будет выкупаться у него нет формы а дк без формы деньги на ветер как говорится выкуп на ветер в данном случае есть у лиона байбек и сон натянут время байбек от дк будет ли байбек от лиона 17 секунд не хочет байбек сады к дают стан как же больно начерс профита начерс профита и без формы дк заковырял еще начинает бить мечом цикан цико уходит в инвиз попытки сделать от варлока ну отбились а кое-как отбились думал что и вторую линию потеряют но байбек дорога на это помог команде минески отбиться здесь одну линию не правда потеряли то не очень хорошо потратили байбек на дк там с другой стороны фурион выкупался и нет память до большой это не тот случай когда снесли бараки сразу 10 тысяч преимущества потому что достаточно дорого это все обошлось конечно тнс сейчас ведут они снесли сторону они заработали чуть больше в этой драке но и потратили тоже достаточно много поэтому ситуация для минески еще вполне себе играбельно ну вот наконец то вот просто насколько же этот матч интереснее чем пусть на меня не обижаются в г юнити но это реально так тнс в г юнити минески в г юнити были просто в одну калитку здесь интрига сохраняется до сих пор и еще непонятно чем все это закончится видят луну сбивают линкин сферу тут же хекс тут же глимер распайка не хватает котла могут поймать заслепили котла котла убить это очень неприятно потому что это основной герой который от спамливает до забирают его он выходит в стану через бакдор вышку не пробивают для крипов нет к сожалению ну зато сейчас зайдут крипы снизу и можно атаковать этой вышку там да и попытаться снести сторону 50 секунд не будет все ультимейты есть кроме ультабрю мастера сна тоже нет но опять же это совсем боевой ультимейт вот сейчас активируются фантазмы как сильно проседает дк он без байбека 103 секунды да вот это он конечно переоценил свои танковые способности умирает также пугно не хватило скорости убийства этих иллюзий иллюзии успели развалить пугно покупаете догон потому что байбека все равно нет только лишь ноги сирена остается да возможно ультимейт ноги сирена был бы весьма кстати такой ситуации хотя про ультимейт мастера который мог бы позволить с диспелить иллюзии мастер тут говорящий чуть не от и может еще и отъедет если фурион порталится фурион порталится клэп в землю и бремастер тоже в землю без байбека умирает сейчас джабс должен прям потеть за всю команду максимальный крип скипет но и как же далеко крип и он не успеет туда просто-напросто ну следующую пачку в этом тоже не особо есть смысл хотя он есть конечно тех крипов хватит тех крипов хватит для того чтобы зайти на хайграунд и сломать линию может 2 2 посмотрим фурион телепортируется в топ крутые пеньки и пожалуйста начинает активно ломать нужно хотя бы одну сторону минески оставить если они хотят еще побороться в этой игре слип от ноги успевает тянет время за долю секунды если бы он нажал на долю секунды позже он бы не нажал на долю секунды позже вернее потому что ман и лик ну тянет время неплохо профита тем временем убили кстати говоря пугно вместе с лионом и вторую сторону удастся защитить но вернее третью сторону много телепортируется наперед кастует иллюзии сейчас будет ловить игроков команды тиньси возможно я уж подумал он будет прям бежать прямо на них и вот вот эти тут игрокам просто минески не подойти не помочь и рейван ждет удачного момента когда кто-то отойдет подальше возможно он просто бежит просто бежит на мид чтобы убивать крипов там срочно нужно ли он и 20 20 левел сейчас как никогда нужен и талант на моно таргет для моно дрейна да может быть книгу покупает пугно книгу покупает пока себе не тащит может быть в итоге ли он ли он точно ли он может следующая драка будет ключевой и нельзя проигрывать сейчас отступают у нас тинси и ждут еще голема наступает день как раз ждут профита ну вот летит bkb с айс 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 а сейчас мы посмотрим кто возьмет книгу делен то вообще он бунта собирает bkb появляется у дакам дака берет книгу не скоро 25 это тоже важно и это действительно тоже важно но нужно успеть его получить разница в 40 силы сейчас на кону а тинси уже идут в атаку они понимают что дака может очень скоро об 0 25 уровень было бы хорошо сейчас вот прям кого-то поймать прям конкретно сейчас посмотрел бы мастера 19 лев у лиона 19 левел у дака 24 то есть еще чуть-чуть и каждый из этих персонажей станет значительно опаснее до 1500 здоровья воинов праймал сплит это вам не шуточки знаете ли это старый аганим можно сказать да сейчас просто праймал сплит рассыпается под действие они идут но отличный момент поймали отличный подход нужно успеть забрать луну луна включает эклипсы не успевает рассыпается пугна следом рассыпается нага сирена ли он еле живой уходит но ненадолго приходит дк глупейшие не подождали не подождали муша не подождали талантов не подождали вообще ничего зачем ребята просто смотрите на уровень дк на уровень леона у них у всех не хватает каких-то кропалей отойти минуту подождать до двадцатых уровней чтобы моментально убивать мы хотя бы подождать ночь еще не помешало бы драться с котлом днем это не самая удачная затея тензи по праву выиграли минески дорофлились эти вот праймал сплиты с фингерами в котла с 10 хп потом пара отдач когда не было у тебя тот знаешь мне кажется переломным моментом стал как раз вот то есть тот момент в центре когда минески потратив два очень крутых ультимейта на котла кажется не смогли защитить тир один и тир два вышки потому что соперник в этот момент оказался просто сильнее был бы там праймал сплит хотя бы я уже не говорю там про фингер хотя бы праймал сплит был бы отбились бы сто процентов и могли бы затянуть игру до такой стадии когда у ноги появилось бы еще больше артефактов дк бы докачался все-таки его 25 уровня дк на 25